МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 28 прирост заражённых коронавирусом саровчан продолжается. Вакцинация, справки и приёмы узких специалистов. Работа детской поликлиники постепенно восстанавливается. 7 человек на открытых площадках и 3 в помещении. Как проходят тренировки воспитанников спортивной школы ИКАР? Далее расскажем по всём подробно. Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией. Информацию о возобновлении полётов уже подтвердили в Российском Союзе туриндустрии, заявив, что часть туроператоров уже начала продавать туры в Турцию, начиная с 24 июля. А вот в Абхазию поехать пока не получится. Её власти заявили, что продлили закрытие границы с Россией до 21 июля. Ранее Абхазский оперативный штаб заявил, что на территории республики не осталось ни одного носителя коронавируса. Всего в Абхазии с начала пандемии было обнаружено 38 случаев заражения инфекцией. Одна пациентка скончалась, остальные были выписаны из-под наблюдения. В Москве с 16 июля все желающие смогут сдать бесплатно анализы на ПЦР исследования на коронавирус. А вот им сообщила заммера столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, во время высокой заболеваемости все мощности были направлены на больных с коронавирусной инфекцией, а также на тех, у кого было подозрение на вирусы или их родственников. Число заболевших в последние недели снижается. У города появляются свободные мощности, которые можно использовать на других направлениях. В мэрии считают, что москвичи будут пользоваться новой возможностью, особенно когда Роспотребнадзор принял решение об обязательной сдаче теста ПЦР в течение трёх дней по прибытию в Россию. В Сарове также можно сделать тест на коронавирус по своему желанию, но уже платно в первой поликлинике. Кроме того, 26% россиян имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова по результатам обследования популяционного иммунитета. Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам, ниже цифры по сельской местности. Это обусловлено особенностью эпид-процесса. Цитирует Попова РИА Новости. Самый высокий показатель отметила глава Роспотребнадзора у детей в возрасте до 6 лет. 42% от числа обследованных. У детей до 13 лет 38%. Но в этой возрастной группе количество зараженных детей наименьшее. По состоянию на 16 июля в России зарегистрировано более 752 тысяч случаев заражения. За последние сутки выявили 6428 новых больных. Выздоровели более 530 тысяч человек. Жертвами болезни стали почти 12 тысяч. На территории Нижегородской области разрешили проводить культурные и спортивные мероприятия регионального общероссийского и международного значения при условии, если их разрешит координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса. В числе мероприятий матча Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги при условии заполняемости не более 10% от максимальной вместимости стадиона. Фестиваль нового российского кино «Горький фест» – церемония вручения государственной премии в области современного искусства и инновация. По каждому событию, где предполагается присутствие гостей и зрителей, проводится тщательная работа с Роспотребнадзором, чтобы взвесить и просчитать все риски. Решение в отношении каждого мероприятия принимается коллегиально, координационным штабом. Это позволяет учесть позицию всех ведомств. Главным фактором остается безопасность людей. Организаторы должны обеспечить разобщение потоков зрителей, соблюдение обязательного масочного режима, обязательное измерение температуры тела зрителей и участников, соблюдение дистанции полтора метра. Кроме того, после 20 июля будет принято решение о снятии карантина в Дивееве, пока власти продолжат анализ ситуации. Стоит вопрос о проведении вселедней памяти Серафима Саровского. Традиционно церковные торжества, посвященные этому событию, проходят в конце июля-начале августа и собирают тысячи паломников со всех уголков России и зарубежья. В этом году уже отказались от развертывания палаточного лагеря в селе. Разрабатывается комплекс мер, который позволит обеспечить безопасность людей, если карантин будет снят. В частности, предусматривают введение въездного контроля. Это значит, что визитерам нужно будет предоставить справки с результатами исследования на наличие коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 июля в Нижегородской области зарегистрировано почти 21 тысяча заражений. За последние сутки выявили 221 нового больного. Вылечились более 15 тысяч. 318 человек умерло. Прирост новых больных в Сарове за сутки составил 28 человек. Нарастающим итогом за время эпидемии COVID-19 выявили у 786 жителей нашего города. Двое скончались. Выздоровели большинство заразившихся. Из тех, кто продолжает болеть, госпитализировано 48. В КБ-50 лежат 40 человек, из них один в тяжелом состоянии. Остальные 8 лечатся в помце. Там 2 в тяжелом состоянии, 6 в состоянии средней степени тяжести. Еще один умерший. Значит, тут тоже не классика и никаких новостей. Точно так же достаточно пожилой наш саровчанин, старше 80 лет, заразился от своего сына, заболел, поскольку к этому возрасту, как и многие, имеют уже хронические заболевания. Заболел и сразу начал уходить в достаточно тяжелую форму. Был достаточно быстро госпитализирован в Приволжский окружной медицинский центр. Но и помощь интенсивная, которую оказывали в помце, не дала своего положительного результата в плане улучшения и выздоровления. И очень скоро от начала заболевания он умер. У нас сейчас есть одна тяжелая женщина в городе, которая выделяет коронавирус. Но основное ее заболевание – это перенесенное сердечно-сосудистое заболевание, собственно, по итогам которого она попала в реанимацию. И в реанимации уже была обследована. То есть она напрямую с коронавирусной инфекцией не связана, но тем не менее она тяжелая. В таком состоянии ее транспортировать нельзя. Под наблюдением остаются 234 саровчанина, которые контактировали с больными. За сутки провели 307 анализов. Медики напоминают о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах и на работе. Чаще мыть руки с мылом, соблюдать дистанцию. План в амбулаторную медицинскую помощь частично возобновили в детской поликлинике. Открылась предварительная электронная запись к врачам-специалистам через портал пациента и по телефону колл-центра. Также в поликлинике теперь можно оформить медицинскую карту ребенку и получить справки о том, как будет вестись прием пациентов, есть ли опасность заразиться во время визита к врачу и когда оказание медицинской помощи детям возобновят в полном объеме. Об этом наш следующий репортаж. Детская поликлиника работает только на 50% от своего привычного объема. Пока сохраняются риски заражения коронавирусной инфекции, учреждение обязано соблюдать требования Роспотребнадзора. Приводить ребенка в поликлинику может только один взрослый. Обязательно наличие маски. Не должно быть больших очередей в коридорах. Посетителям нужно соблюдать дистанцию. Время приема пациентов увеличено. Вместо положенных по нормативу 24 детей можно принять только 12. Медосмотр детей до года пока запрещены. И когда они станут возможны, сказать сложно. Также я хочу сказать, что мы начали оформлять медицинские документы для поступления в детские сады. Но сразу оговорюсь, эти документы оформляются по предыдущим медицинским профилактическим осмотрам. То есть тот медосмотр, который ранее ребенок проходил, на основании его мы оформляем документы. Поэтому тоже никакой отдельный медосмотр перед детским садом сейчас на данный момент не организован. Участковая медсестра сама позвонит родителям и скажет, когда прийти оформить документы. Либо родители могут записаться на прием в доврачебный кабинет. Возобновилась запись на прием к узким специалистам через портал пациента КБ-50. После долгого перерыва начали планово вакцинировать детей. Прививки теперь делают и неорганизованным малышам, и воспитанникам детских садов. Ребята, приходя на вакцинацию, не пересекаются с теми, кто пришел на прием к специалистам. Для вакцинации наших детей у нас сейчас организована такая, так называемая, чистая зона. Это отдельный блок, который работает там бригада, специально выделенные врачи, медсестра. Медсестра на входе осуществляет фильтр, то есть она строго следит по этой предварительной записи, кто приходит, измеряет температуру. Тех детей, у которых был диагностирован коронавирус, лечит отдельная бригада. Медики, работающие с ковидными пациентами, не наблюдают и не пересекаются с другими пациентами. Полностью интервью с Мариной Алексиной смотрите на канале Саров-24 в рубрике «Без комментариев» и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пёнова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В поликлинике номер один возобновил свою работу дневной стационар. За направлением можно обратиться к лечащему врачу. Кроме стандартного предварительного обследования, необходимо сделать анализ на новую коронавирусную инфекцию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Мастера завода «Литекс» отлили 700-килограммовый колокол. Память о погибших 8 августа 2019 года испытателях ядерного центра. Алексея Вьюшини, Евгении Каратаеве, Вячеславе Липшеве, Сергея Пичугине и Владиславе Яновском. Их имена прочеканены на нижнем ярусе колокола, который разместят возле кладбищенского храма в честь его многострадального. Он станет самым тяжелым колоколом-благовестником в имеющемся наборе. Саров колокол привезут на следующей неделе. В Нижегородской области работает горячая линия, по которой граждане могут сообщать о возгораниях в лесу. Звонки круглосуточно принимают по номеру 8 800 100 94 00. Департамент лесного хозяйства Нижегородской области напоминает, что в регионе запрещено жечь мусор на садовых и дачных участках, бросать в лесу окурки и горячие спички, оставлять бутылки, осколки стекла и другой мусор. Нарушителей будут привлекать к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Федеральная налоговая служба запустила специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу на дезинфекцию и профилактику коронавирусной инфекции. На поддержку могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели. Заявление можно заполнить в личном кабинете налогоплательщика или отправить по почте. Получить более подробную информацию о том, кому положены субсидии, в каком размере и как их получить, можно на официальном сайте ФНС России. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю. В группах Канала 16 мы спросили соровчан, как они относятся к этой инициативе. Ответ – да, при условии сохранения зарплаты выбрало большинство опрошенных. Без всяких условий такого перехода хотят 9% респондентов. Не хотят четырехдневной рабочей недели больше 27%. Вариант «мне» все равно выбрали 5%. Деньги вместо земли. Теперь многодетные семьи могут отказаться от бесплатной земли для строительства, которую ранее получали от государства, и получить замену денежный сертификат на улучшение жилищных условий. Для оформления компенсационной выплаты родители должны подготовить определенный пакет документов. Подробности далее. 470 тысяч рублей могут получить многодетные семьи из Сарова, которые стоят в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Сумма фиксирована, она не зависит от количества детей и доходов родителей. Мы направили письма 10 июля всем нашим семьям многодетным, которые стоят на учете. На сегодняшний день это 218 семей. Мы отправили им письма с возможностью обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации с заявлением определенной формы, чтобы получить взамен земельного участка данный вид сертификата. Уже две семьи направили заявление о получении сертификата. Срок рассмотрения заявления пять дней. Дальше его направляют в Министерство имущественных отношений, которое выстраивает общую областную очередь. По прогнозным данным на область выделено 600 сертификатов на 2020 год. По 470 тысяч это получается 282 миллиона рублей заложено в бюджете Нижегородской области на предоставление сертификатов. И на последующие три года аналогичная сумма. Сертификат можно потратить только на приобретение жилья, строительство дома, взнос в долевое строительство или получение ипотечного кредита. В администрации считают, что за получением подобного сертификата вместо земли обратится еще не одна семья. Мы же понимаем прекрасно, 218 семей, земли в городе очень ограничены, мы все это понимаем, участков просто нет. Ну то есть вот с момента реализации, с момента, когда вступил закон о поддержке многодетных семей в виде предоставления земельного участка, мы только два участка предоставили. Еще 72 участка на улице Нижегородской передадут многодетным семьям до конца этого года. Пока на месте идут подготовительные работы, а жеребьевка пройдет в августе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. После долгого перерыва работу возобновили спортивные школы региона, в том числе открылся и ИКАР. В Саровской спортивной школе занимаются воспитанники всех отделений. Тренировки проходят в соответствии с правилами Роспотребнадзора. Но для массового посещения ИКАР пока закрыт. Подробности далее. Воспитанники спортивной школы ИКАР активно возобновляют тренировки. После долгого перерыва юные пловцы, батутисты, футболисты и баскетболисты постепенно возвращаются в прежний режим. С 30 июня, согласно указу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, начали работать детские спортивные школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и стадионы в ограниченном доступе. Разрешаются тренировки всем видам спорта, которые у нас профилируются. Но в формате таком, что в помещении 3 человека и тренер, на улице 7 спортсменов и тренер. Пока вот после долгого дистанционного обучения мы вышли на вот такой формат. Сейчас вносим изменения, коррективы. Чтобы избежать массового скопления, тренировки распределяют по графику с учетом необходимой нагрузки. Занятия проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Составляет расписание занятий таким образом, чтобы и тренер свою нагрузку не превышал, и, соответственно, спортсмен тоже выполнял те требования и тот объем, который ему необходим по программе спортивной подготовки. Здесь приходится уже вот именно учитывать и временные показатели, где-то сократить, где-то больше сделать перерыв. Ежедневно медицинский контроль термометрии проходит, обработка дезинфекторами рук и, соответственно, сохранение социальной дистанции полтора метра от спортсменов и от тренеров все соблюдается. По словам Александра Сашкова, есть большой спрос на посещение от жителей города. Но пока доступ для спортсменов-любителей и отдыхающих на территорию Икара запрещен. Фитнес-центры до перехода на третий этап снятия ограничений также остаются закрытыми. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!